Я могу тебя очень ждать Автор этих строк знаком всем ценителям лирической поэзии Участник Великой Отечественной войны и житель Одинцова 7 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Эдуарда Осадова С душой поэта и судьбой солдата Под таким названием прошел конкурс, посвященный знаменитому поэту Мы все-таки почитаем память об этом великом человеке, который творил и жил на нашей земле Во-вторых, это, конечно же, знакомство не только жителей, как мы понимаем, Одинцовского округа С творчеством Эдуарда Осадова Ну и в-третьих, наши не только молодежные, но и поколения более взрослые Все-таки творческие в основном люди И надо как-то проявлять свое творчество И это хороший вариант, чтобы показать свои способности в таком формате Конкурс проводился онлайн Принять участие могли все желающие, старше 16 лет Всего поступило 40 заявок 39 из Подмосковья и одна из Волгограда Победителями и призерами стали 16 участников Победа для меня стала сюрпризом Пригласили, позвонили на награждение Поэтому интригу им удалось немножко сохранить Не ожидала, что я стану победителем Приятно Номинации конкурса «Театрализованное чтение» «Идеальный читатель» «Сражаюсь, веру, люблю» Библиотекарь со стажем и поклонница Осадова Наталья Антонова выбрала для себя последнюю И не прогадала Стала лауреатом третьей степени Нужно было создать выставку, книжную выставку Посвященную поэту Ну, книг в фонде достаточно много Пришлось единственное, что, конечно Поискать книги, которые рассказывают о поэте Причем книги хотелось именно советских времен Показать, выявить и показать читателям Потому что так, как напишут о нем его современники Конечно, уже другие люди не напишут Такие конкурсы не просто творческое состязание между участниками Это еще и возможность познакомить молодежь с творчеством Осадова Чтобы они полюбили его так же сильно, как старшее поколение Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова»